Распутин – один из самых популярных мифов массовой культуры 20 века. Личность загадочного старца Григория неизменно приковывает к себе внимание людей и всех тех, кто интересуется отечественной историей. Многое в биографии этого человека извращено, приукрашено и порой очень сложно отделить правду от вымысла. 17 декабря 1916 года в особняке Юсуповых на Мойке был убит Григорий Распутин. Одни считали его монстром и скотиной, другие – праведным мучеником, достойным канонизацией. А российский писатель и драматург Эдвард Радзинский – первым, получивший доступ к материалам Чрезвычайно-Следственной комиссии Временного правительства, святым чертом. Пожалуй, в мире не найдется человека, который никогда не слышал бы имени Распутина. Сибирский старец, целитель, особо приближенный к императрице Александре Федоровне, Григорий Распутин является одной из наиболее загадочных личностей в российской истории. Все, что о нем известно современным историкам, основано не на документальных сведениях, а на рассказах очевидцев. Вполне вероятно, что он был монахом, однако не исключается, что Распутин – просто гениальный актер, который великолепно изображал свою избранность и тесное общение с Богом. Друг царской семьи или проклятие царской семьи? Хлыст, лжепророк, самозванец, погрязший в пьянстве и разврате или смиренный молитвенник? Мы знаем о нем слишком много, чтобы понимать, кто же он на самом деле. Кем же на самом деле был Григорий Распутин? Ответ на этот вопрос мы попытаемся получить вместе с нашим сегодняшним гостем в студии программы «Крипто» профессора Московского государственного университета, автор книги о Григории Распутине Алексей Варламов. Вот Алексей Николаевич считает, что суждения о личности Григория Распутина высказать в наши дни невозможно, и каждый должен оценить все «за» и «против», и сам для себя определить, кем же на самом деле был Григорий Распутин. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вот есть серия ЖЗЛ, которая на протяжении многих лет выходит у нас в стране «Жизнь замечательных людей». Можно сказать, что Григорий Распутин был замечательным человеком? А вы с этим не согласны? Ну, как относиться к слову «замечательный» в данном случае? Замечательный, потому что заметный, скорее. Я думаю, вы ответили на этот вопрос. Давайте, прежде чем говорить вообще о роли Григория Распутина, попытаемся разобраться в его биографии, потому что, как я уже сказала в начале, действительно столько было об этом написано, и настолько вообще факты противоречат друг другу, что вот надо попытаться понять, где все-таки правда, где истина. Как он родился, и каким образом он оказался впоследствии в Санкт-Петербурге? Ну, родился он обыкновенным путем, как все люди рождаются, от папы и мамы. Произошло это в 1869 году в селе Покровском, в Западной Сибири. У его родителей он был не первым ребенком, но все предыдущие дети умирали. Поэтому, в известном смысле, он был их первенец, ребенок, которого, видимо, они очень любили, заботились о нем. Но каким было его детство, об этом судить довольно сложно, потому что мемуары людей или показания людей, которых потом уже спрашивали о юных годах Распутина, расходятся, противоречат друг другу, возникает много версий, возникает много мифов. И можно осторожно предположить, что он, наверное, был необычным ребенком. Наверное, в нем рано проявились какие-то черты, свойственные не всем людям. Сам он тоже писал о своем детстве, писал о том, что, например, у него было такое заболевание, как недержание мочи, признание довольно интимного характера, но что было, то было. Он был религиозен с детства, это несомненно. Воровал он или нет, в чем его обвиняли, сказать довольно сложно. Несомненно, в жизни Распутина очень большую роль сыграла такая русская тяга к странничеству. Он любил бродить. Но в отличие от странников, которых всегда на Руси было много, Распутин уходил и возвращался домой. Он действительно исходил всю Русь. Ну, если не всю, то, по крайней мере, очень многие места на Руси. Он бывал и за границей. Хотя о датировке здесь говорить довольно сложно. Вот в каком году он был там, а в каком году он был здесь, мы не можем сказать. Ну, то есть это все по его воспоминаниям, что он сам рассказывал о себе, о своих странствиях? По его воспоминаниям, что он рассказывал о своих странствиях, и вряд ли он здесь что-то приукрашал. Он был женат, женился он довольно рано. Жена его была, судя по всему, замечательная женщина. У них было трое детей. В этом смысле ничего необычного не было. А в какой момент начинается необычное? Вот в какой момент начинают появляться вот эти самые расхождения, появляются разговоры про его экстрасенсорные способности и так далее? Ну, словом экстрасенсорные тогда просто не пользовались. Ну, хорошо, ясновидение. Ясновидение тоже не уверен, что для крестьян это имело какое-то большое значение. Хотя есть версии, что он там что-то предсказывал. Но я думаю, что главным образом он обращал на себя внимание односельчан и местного клира своей повышенной религиозностью, своей молитвенностью. Это в нем было. Его не удовлетворяла та церковь, которая была в селе. Он собирал вокруг себя людей. Они проводили что-то типа религиозных служб. Они читали Евангелие. Они, видимо, слушали его рассказы. Эти собрания стали обрастать слухами такого вот скандального, эротического характера. Но насколько все это соответствовало действительности, сказать сложно. Вообще, вот большая половина, большая часть жизни Распутина до той поры, пока он появился в Петербурге, она нам вообще очень малоизвестна. Он вышел вот на такой вот уровень российской известности, если можно о таковом говорить, в городе Казани. Это произошло в 1902 году. Судя по тем документам, которыми мы располагаем, с Распутиным познакомилась довольно богатая купчиха Башмачкина, по-моему, или Башмакова, не помню уже точно ее фамилия казанская, которая представила его епископу Хрисанфу, тогдашнему казанскому викарию. Хрисанф увлекся личностью Распутина. Этот человек показался ему религиозным. Этот человек показался ему очень достойным. И Хрисанф дал ему рекомендацию для епископа Сергия, будущего нашего патриарха, который тогда возглавлял Петербургскую духовную академию. И вот с этим рекомендательным письмом Распутин отправился в Петербург. А как вообще к нему относились священнослужители? Потому что вот когда он у себя на селе собирал вот эти вот молитвенные служения проводил и так далее, не было ли ревности со стороны местных священнослужителей? Вообще не относились к этому как к сектанству? Видимо, относились. Ведь действительно, вот все эти духовные опыты, все эти духовные странствия Распутина происходили в ту пору, когда сектантское брожение на Руси было довольно сильным. И в Сибири, понятно, эта ситуация тоже была очень непростая. И вот несколько необыкновенный духовный и религиозный опыт Распутина заставлял относиться к нему с осторожностью. Могла бы теревность со стороны местных священников, этого тоже отрицать нельзя. Но если пытаться все-таки выстраивать факты в каком-то хронологическом порядке, или в какой-то хронологической последовательности, то религиозность Распутина произвела очень сильное впечатление на Хрисанфа, как я уже сказал. Епископ Сергий отнесся к Распутину осторожно, трезво. Это вообще был человек очень трезвый. В общем, Распутин его не заинтересовал. Зато очень заинтересовал Распутина епископ Феофан Быстров, который после Сергия стал возглавлять Петербургскую духовную академию. И, собственно, Феофан Распутина во многом приблизил. И мы можем с уверенностью об этом говорить, потому что существуют воспоминания митрополита Вениамина Фетченкова, который в ту пору был, говоря современным языком, аспирантом Духовной академии. И он как раз был в курсе появления Распутина в Петербурге. Он оставил очень интересные свидетельства о том, какое впечатление Распутин произвел на Петербургское священство. Ну, пусть не на все священство, но на Петербургскую духовную академию. А в каком году Распутин оказался в Санкт-Петербурге? Это произошло в 1904 году. Об этом мы можем говорить достаточно определенно. Вот смотрите, а мы говорим старец Григорий Распутин. При этом мы понимаем, что ему было всего 48 лет, когда его убили. Даже, наверное, меньше, если учесть, что он родился в 1969, а убили его в 16. Ну, получается, что 47. Мы понимаем, что раньше, даже в начале 20 века, люди старели несколько раньше. Но, тем не менее, все равно 47 лет это еще не старец. Однако к нему относились как к старцу или нет? Ну, во-первых, все-таки старчество понятие духовное, а не биологическое, так скажем. Ну, какие-то внешние тоже проявления. Внешне, благодаря своей бороде, благодаря тому, что он много ходил, и лицо у него было такое загорелое, морщинистое. Он выглядел старше своих лет, это и по фотографиям чувствуется. Вот. Но, опять же, старцем его называл довольно узкий круг людей. И я думаю, что все-таки, по соку слова старец в православной традиции, имеет вполне определенное значение. То я, например, при всем том, что у меня нет такого категорически отрицательного отношения к Распутину, я бы никогда не решился назвать его старцем. Это был вот человек с необыкновенным, глубоким, оригинальным духовным опытом. Вот. Я бы так сказал. Ну, и выражаясь современным языком, мы бы, наверное, сказали бы, что он обладал довольно-таки серьезной харизмой. Да, это можно сказать. Это была, безусловно, харизматическая личность. Конечно. Ну, давайте вернемся к событиям 1904 года, когда он появляется в Санкт-Петербурге. Да, так вот, он производит очень сильное впечатление. Вениамин пишет в своих мемуарах, что в ту пору, когда в Петербурге религиозный дух уже ослабевал, когда началось охлаждение к церкви, особенно в высшем свете, в петербургском, появлении вот этого человека из народа. Вениамин пишет, что он был весь как натянутая тетива, когда он стоял в храме, когда он молился, он был настолько истов, что это давало ощущение того, что вот Русь она такая, что вот на Руси религиозность еще не умерла, если такие люди появляются, если такие люди приходят из народа. И в высшем свете были те, кто чаял встречи с такими людьми. Вот должна была произойти встреча верхов и низов в России, и к числу людей, безусловно, очень религиозных, чистых, принадлежал и государь Николай Александрович, и его супруга Александра Федоровна. И кроме того, большую роль в приближении Распутина ко двору сыграли две великие княгини Черногорки Анастасия и Милица. Вот, собственно, судя по всему, именно они познакомились с Распутиным, на них он произвел очень глубокое впечатление, и через них он попал во дворец. Ну и известна эта запись, которую сделал государь Николай Александрович в своем дневнике осенью 1905 года, о том, что сегодня он познакомился с божьим человеком Григорием из Тобольской губернии. Распутин был не первым божьим человеком, с которым познакомился государь, но он был единственным, кто действительно сумел глубоко войти во дворец, кто очень долго во дворце задержался. И о причинах, по которым это произошло, историки много спорят, и здесь есть много разных свидетельств. В том числе есть такая версия конспирологическая, но она не масонская конспирологическая, а она конспирологическая наоборот. Существует версия, что появление Распутина, это был результат такого заговора справа, заговора консервативных церковных сил, которые видели, что религиозность молодого государя, ну так сказано известно, что до Распутина во дворце были не только православные русские люди, но и различного рода иностранные шарлатаны. Был там некий месье Папюс, были там какие-то, значит, еще непонятные люди, западные, так скажем, люди, да, и на русских иерархов вот этот вот метущийся дух государя и государыни, он мог внушать им опасения. А вот этот вот метущийся дух государя и государыни, он был связан главным образом с болезнью царевича? Царевича еще не было тогда даже на свете. Или это было до царевича? Это все еще было немножко до царевича. То есть они изначально были оба людьми ищущими? Да, да, конечно. Нет, ну это известная история о том, как, опять же, вот кто-то из этих западных шарлатанов, так скажем, да, он предсказал просто беременность Александры Федоровны и поставил ее, она же ждала мальчика, да, у нее уже родились четыре дочки, она ждала мальчика, и вот было объявлено о беременности государыни, а оказалось, что беременность была ложная. И, в общем, ситуация была такая не очень удобная. Вот, и на русских монархистов, на русских патриотов вот это вот такое западное влияние во дворце, оно производило впечатление неприятное. И поэтому есть такая версия, что было решено вот вместо этих людей поставить действительно русского хорошего религиозного человека из народа, который, ну вот, повлиял бы на царскую чету в правильном направлении. И выбор пал на Григория Распутина. Ну, стопроцентных доказательств этой версии нет, но, в принципе, она не противоречит, как бы, дальнейшему ходу событий в течение некоторых лет. А были ли какие-то, скажем так, альтернативы его кандидатуре в то время? Я думаю, что нет. Вот, говорю, был месье Филипп такой, очень действительно какой-то француз, тоже, видимо, харизматический, тоже с какими-то экстрасенсорными способностями, но он никакого отношения не имел ни к православию, ни к русской религиозной традиции, а на государыню, особенно на государыню, он оказывал довольно сильное влияние. И, конечно, русским иерархам это все очень не нравилось. Вот. И так, значит, было вот в каком-то смысле, в результате такого заговора православных, Распутин был приближен к администрации. А другие версии? Ну, другие версии, что никакого заговора не было, а просто государю понравился этот человек, и государю не понравился этот человек, и им было интересно с ним беседовать, интересно проводить время. Это тоже вполне возможно. Во всяком случае, что важно сказать, что Распутин появился во дворце не потому, что был болен наследник, а болезнь наследника стала скорее причиной, так скажем, продолжения этого знакомства. Хотя не единственной причиной. Распутин так долго продержался возле трона, не только потому, что он облегчал страдания ребенка. Вот возвращаясь к страданиям ребенка, это значит, что мы должны поверить, что у него были действительно какие-то способности? Ну, мы можем верить, можем не верить. Довольно много известно сегодня о заболевании царевича, гемофилии, и что вот эти ужасные кровотечения и так далее, ему удавалось их останавливать. Что это было? Вы знаете, опять же, на сей счет существует много разных свидетельств и много разных версий. Этот вопрос задавали себе люди в самые разные времена. Например, был такой замечательный человек, следователь Николай Александрович Соколов, который расследовал историю убийства царской семьи и которого тоже очень интересовала личность Распутина. Он относился к Распутину резко отрицательно, что вообще было свойственно русской эмиграции. Это следователь, который у Колчака работал. Да, 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 совершенно справедливо. Так вот, он считал, что никакими добрыми способностями или там медицинскими способностями врачевательными Распутин не обладал, а все это был результат таких хитрых махинаций, в которых участвовала Фрейлина Вырубова. Что она, которая была очень близка ко двору и к государине, она в те моменты, когда Алексей, вот так сказать, были приступы болезни, но когда приступы уже подходили к концу и должны были кончиться естественным путем, она в этот момент звала Распутина, он молился и так совпадало, что благодаря Распутину приступы заканчивались. Но вот эта версия, она может быть и благородна, так сказать, по своему устремлению полностью разделить Распутина и царский двор, но она не очень выдерживает просто проверку теми фактами, которыми мы располагаем, потому что факты говорят о том, что все-таки Григорий действительно помогал. Ну какие факты? Воспоминания самых разных людей, независимых друг от друга и вовсе неблагожелательно к Распутину относящихся. Вот, ну это и великая княгиня Ольга Александровна, сестра государя, это и та же Фрейлина Вырубова и другие люди, которые показывали. Наконец, если уж брать этот аспект, вот, помощь Распутина про гемофилию. Митрополит Вениамин Фетченков, о котором я уже говорил, приводит в своей книге воспоминаний факт с Распутиным не связанный о том, что у них в деревне была женщина, которая умела останавливать кровь. Вот просто умела останавливать кровь. И вот я писал в своей книге, что если бы рядом с младенцем оказался бы не Распутина, а эта женщина, то, возможно, русская история пошла бы по другому пути. К сожалению, она не знает сослагать новое накладение. Но она не знает, это совершенно справедливо. Но у него же он не учился, да, он даже, вот его дочь писала, что отец, конечно, грамоте был обучен, но не очень. О какой медицине можно в данном случае говорить? Вряд ли у него были какие-то медицинские познания. Думаю, никаких. Думаю, никаких. Но я достаточно трезво отношусь и скептически к экстрасенсорике и прочим всяким вещам. Вот тут поэтому и хочется разобраться, что же это тогда было. Что-то было. Вот, несомненно, что-то было. Вот опять же, митрополит Венин Фетчетков, я ему очень сильно доверяю. Он человек с религиозным опытом. Если он пишет, что у них в деревне была женщина неграмотная, которая умела останавливать кровь, то, значит, бывают такие случаи. Я думаю, что это ничему не противоречит. Ну, умеет человек. Ну, вот Господь дал такой дар. И Распутину дал такой дар. Ну, а вот возвращаясь лично к Григорию Распутину, есть фотографии, которые мы все знаем, да? Вот эти длинные волосы, длинные борода, вот этот вот взгляд тяжелый довольно-таки, морщинистый листцом. Это вот у нас такой вот стерео, как он выглядел. Но при этом описание современников, когда они описывают Григория Распутина, они сильно разнятся, потому что кто-то говорил, что он опрятный, кто-то говорил, что он, наоборот, грязный, кто-то говорил, что он высокий, кто-то писал, что он коренастый и так далее. Каким он все-таки был на самом деле. Не знаю, я его не видел. Я тоже так же, как вы, читал воспоминания современников и тоже удивлялся разбросу этих мнений. А почему так было? Это просто вот он умел производить такое впечатление на людей, что каждый его видел по-разному? Вот таким магнетическим, я не знаю, способом. Я думаю, это вообще свойство человеческой памяти. Если вы возьмете не Распутина, а любого человека, вот я же писал биографии других людей, тоже портреты, я не знаю, там, Александра Грина и Михаила Булгакова, они тоже очень различаются в зависимости от того, кто о них вспоминает. Это не только с Распутиным связано. Ну, просто какое впечатление произвел на человека, у человека в памяти это и откладывается. Просто вот смотрите, вы же, ну, историки, они любят работать с документами. Не всегда остаются документы, и большая часть работы, в том числе и связанных с Григорием и Распутиным, она связана с мемуарами. А мемуарах люди как-то склонны преувеличивать. Свою значимость, преуменьшать какие-то свои ошибки. Естественно. Да, всегда что-то приукрашивают. Или наоборот, там, сгущают краски. В случае с Распутиным, какие документы остались, которые вот появились, когда он еще был жив, на которые вот можно четко опираться? Ну, во-первых, все-таки это не только мемуары. Помимо мемуаров есть дневники, есть письма, есть, не знаю, там, протоколы допросов, есть показания, за ним же велось полицейское наблюдение, да, и сохранились, и были опубликованы вот эти самые результаты этих наблюдений. Поэтому как раз в случае с Распутиным нельзя пожаловаться на отсутствие документов. Проблема в том, что их слишком много, что они слишком друг другу противоречат, и поэтому я думаю, что биограф Распутин, он похож на следователя, который вызывает к себе в кабинет разных свидетелей, устраивает перекрестные допросы, и путем сопоставления этих допросов пытается установить истину. Или, по крайней мере, в случае с Распутиным, вот я не всегда могу сказать, как было, но я довольно часто могу сказать точно, как не было. Мифов-то много. Ну, например, какой вот из мифов вы можете сказать, что этого не было? Ну, например, я думаю, что очень сильно преувеличен факт влияния Григория на министерскую чехарду. Этого не было. Точнее, это было не совсем так. Напрямую он не влиял. Я думаю, что, конечно, он не был хлыстом, хотя про его хлыстовство очень много писали. Ну, давайте подробно будем разбираться с этими мифами. И вот действительно, было влияние на Николая Второго с его стороны? Ну, вот вы уже вспомнили дневниковую запись первого Николая, о его встрече с Григорием Распутиным. Он произвел на него впечатление, и впечатление было настолько как бы сильным, что человек не один раз появился при дворе, а задержался надолго. Вообще, как-то известно, есть документальное свидетельство, что Григорий Распутин как-то вмешивался во внутреннюю политику, давал какие-то советы, рекомендации императору. К сожалению, все было намного сложнее. Напрямую он, естественно, ни во что не вмешивался, ну, или вмешивался минимально, а попытки его вмешательства, как правило, заканчивались неудачно. То есть, чтобы вот здесь расставить какие-то логические акценты и внести ясность, можно сказать так. А Распутина больше, точнее, Распутиным больше интересовалась государыня, больше тянулась к нему государыня. Ей было интересно с этим человеком беседовать. Эти беседы носили абсолютно духовный характер, всякого рода спекуляции, которые возникали и возникают в наше время, не имеют никакой исторической подосновы. Но государыня действительно этого человека очень любила, уважала и считала, что вот он, ну, какой-то такой семейный ангел-хранитель. И поэтому она очень болезненно относилась к любым нападкам на Распутина. И поэтому, когда от нее, от государыня, зависели те или иные назначения, а так было в годы Первой мировой войны, когда государь возглавил русскую армию и управлением страной в какой-то мере занималась Александра Федоровна, то ее выбор при назначении министров и премьер-министра определялся не советами Распутина, упаси Боже, этого не было. Он определялся лояльностью тех претендентов на министерские посты по отношению к Распутину. Вот это для нее играло роль. То есть Распутин опосредованно влиял на назначение людей, к сожалению, в худшую сторону. Александра Федоровна была не очень удачным менеджером. Но влияния Распутина на назначение не было. Но какие бывали, допустим, более сложные, что ли, случаи? Фигура Распутина очень сильно стала раздражать общественное мнение. Когда он вышел из тени, это произошло примерно в 1908-1910 годах, когда о нем стали говорить, когда о нем стали писать. И здесь тоже надо внести ясность, потому что очень часто пытаются представить дело таким образом, что распутинская легенда стала создаваться, и распутинская история стала раскручиваться, условно говоря, либеральными, масонскими или какими-то еще нехорошими силами. Эти силы действительно приложили свою руку, но не они первые начали. А кто первые начали? Первые начали русские монархисты. Первые начали русские патриоты. Вот, может быть, не конкретно... Им фигура Распутина нравилась? Поначалу им фигура Распутина нравилась. Есть версия, что поначалу они его во дворец привели. Но довольно быстро они увидели, что результат оказался плачевным. Результат оказался не тем, которого они хотели. Распутин, заняв место возле государя, повел себя не так, как от него ожидалось. Он стал дискредитировать престол. Своими похождениями, которые были на самом деле, или не были на самом деле, тут сказать все очень сложно. Вероятно, все-таки, что это было. Вероятно, он не был уж настолько благочестив. Распутство, пьянство? С пьянством сложнее. Он совершенно точно начал пить после начала Первой мировой войны. Пил ли он до начала войны, сказать сложно. Очень может быть, что и не пил. Было ли распутство? Бог его знает. Вот не могу я здесь ничего однозначно утверждать. Есть свидетельства в пользу того, что было. Я в своей книге их привожу, но вот сказать до конца, что было, что не было, я не могу, но слухи были. Но женщины им активно интересовались. Он сводил их с ума. Ну, это такая фигура речи, что он сводил их с ума. Но женщины проявляли к нему интерес, но не как к мужчине, а скорее как к старцу, как вы бы сказали. И эти слухи, вот тут важно, скажем так, что распутинская легенда, начиная с какого-то момента, начала играть большую роль, чем сам Распутин. Причем эта распутинская легенда, повторяю, она возникла сначала в среде консервативной, в среде вот этой вот националистической, если угодно. И те люди, которые Распутина привели, или те люди, которые за Распутина ходатайствовали, они пришли в ужас от того, что они сделали. Это был епископ Феофан, это был епископ Гермоген, которые попытались Распутина остановить, и которые попытались увести его от престола. И вот здесь они наткнулись на сопротивление государя и государыни, которые увидели во всем этом вмешательство в их личную жизнь. То есть здесь произошел такой вот какой-то эффект психологический. Тут еще не было даже никакой политики, даже никакой идеологии. С точки зрения государя и государыни, Распутин — это их личное дело, и никто не имеет права вмешиваться в их личную жизнь. А русские националисты, сюда можно прибавить и Михаила Александровича Новоселова, и Льва Александровича Тихомирова, это действительно были мыслители, это были глубокие, серьезные люди. Существует дневник Тихомирова, где просто показана вот трагедия этого человека, он возглавлял консервативную газету «Московские ведомости». И, собственно, он начал первый печатать статьи, направленные против Распутина, потому что он хотел убрать этого человека от трона. У него ничего не получилось. И вот так вот возник трагический раскол между государем, между царской семьей и самыми верными союзниками этой семьи. И вот фигурой, как бы причиной этого раскола стал Распутин. Дальше Распутин в значительной степени послужил причиной охлаждения между Николаем Александровичем и Столыпиным. Понятно, что значил для России уход Столыпина, потеря Столыпина. И хотя в убийстве Столыпина, конечно, Распутин ни в коей мере не виноват, но, тем не менее, нельзя забывать о том, что Столыпин был убит тогда, когда государь, в общем, уже потерял к нему интерес. И там было очень много таких важных, сложных аспектов, которые, ну, просто в не очень большую передачу невозможно вместить. Но вот смотрите, если взять, допустим, газеты, вы уже упоминали того времени, вот в 2010 год, как сейчас бы мы вот в 21 веке вы сказали, что началась мощная пиар-компания, направленная на дискредитацию Григория Распутина. Ну, вот просто вот как в один прекрасный день сразу несколько изданий. Это была организованная травля или нет? Или просто примерно у всех одновременно закончилось терпение, ну, как в случае с Новоселом и с другими владельцами и главными редакторами газеты, когда они сказали, что больше терпеть нельзя. Ну, действительно, если мы с вами возьмем газеты, положим там за 2010 год, мы увидим, что примерно одновременно все начинается. Ну, правильно, Родзянко потом писал, что по его сведениям в Брюсселе состоялся, значит, некий масонский съезд. На этом масонском съезде было принято решение дискредитировать царскую семью, монархию путем разоблачения личности Григория Распутина. Хотя, с моей точки зрения, очень странно, чтобы какие-то секретные решения масонского съезда вдруг стали известны Родзянке. Да, это очень какая-то связь. Я в это не очень верю. Я, честно говоря, не сторонник теории заговоров. Я не отрицаю существование злых сил, которые действовали против России. Я понимаю, что эти силы могли действовать по какой-то программе, и существует некий центр, который их направлял. Но вот в данном конкретном случае я не очень верю в то, что кто-то дал отмашку травить Григория Распутина. Скорее, скорее, тут ведь что происходило? Все эти события происходят после Первой русской революции. Первая русская революция, как мы помним, принесла свободу печати. Печать почувствовала себя силой. И это было вот, знаете, такое торжество журналистики. А вот мы обо всем можем писать. А вот мы и об этом напишем. Вот нам раньше нельзя было про такое писать. Мало ли какие фавориты были у русских царей и цариц, если мы вспомним Елизавету, Екатерину, да и в XIX веке все это было. Но тогда шиш, тогда об этом писать было нельзя. А теперь ситуация изменилась. И вот русская пресса почувствовала себя силой, а государь, которого я очень люблю и очень уважаю, он был человеком более благородным, чем то время, в которое ему выпало царствовать. И он психологически был к этой ситуации не готов. Он не понимал, почему эти газеты вмешиваются в его личную жизнь. Вот с его точки зрения это было, этого нельзя делать. Это его частная жизнь. Даже не потому, что он государь, а потому что он просто человек со своими правами, со своей семейной тайной, со своим воспитанием. И как это можно писать вот гадости про его личную жизнь. Он не понимал того, что, может быть, сегодняшние политики очень хорошо понимают, как надо выстраивать свои отношения, как надо строить имидж и прочее, прочее. То есть он стал первой жертвой вот этих вот новых пиар-технологий. И Распутин оказался, ну, как бы таким вот гениальным поводом. Да, вот Распутин оказался как раз той фигурой, которая недоставала для того, чтобы отпиариться по полной вот эти свои молодые прорезающиеся зубки русской прессе на нем сделать. А почему же тогда они так долго ждали? Все-таки у них была возможность, ну, два года все-таки, довольно-таки большой срок. Или пока еще не было понятно про... Ну, пока не было понятно. Что за фигура Григория Распутина? Ведь не сразу же стало понятно, что вот Распутин самая главная фигура. Если, так сказать, мы немножко уйдем в эту историю, там гораздо более интересная личность была. Такой иеремонах Илеадор. Он был гораздо более... Это был друг Распутина в какой-то момент. Потом они очень резко разошлись. Об этом Илеадоре можно снять целую передачу, и она будет еще более интересной, чем о Распутине, потому что вот уж личность фантастическая. Иеремонах, который, значит, всех обвинял в масонстве, призывал Столыпина сечь по средам и пятницам веником, чтобы, значит, выжечь из него масонский дух, который, значит, повесил там где-то у себя в келье портрет Льва Толстого и плевал в него. Или даже не так, он повесил его для всеобщего обозрения. Тут как раз последние годы жизни Толстого были, там, 8-9 год. И вот все верующие, которые ходили в его храм, там были тысячи людей, он в царицине жил. Они, значит, должны были плевать в портрет Льва Толстого. Вот этот человек снимает с себя сан и кается перед великим учителем Львом Толстым, а потом вообще чуть ли становится не большевиком. Вот личность, вот судьба. И в какой-то момент этот самый Илеадор, еще до того, как он снял сан, он был гораздо более яркой личностью, чем Распутин. А потом только в какой-то момент вот стало понятно, что на самом деле ближе к царю Григорьеву... И Илеадор тоже очень стремился попасть к государю. Но не попал. Он приблизился к государю, но не смог удержаться. Вот в Распутине, видимо, был какой-то... Посмотрите, государь был очень воспитанный человек. И, конечно, бы государю вот с таким вот радикалом, да, с таким вот, в общем, хамом, каким был Илеадор на самом деле, да, я думаю, ему психологически было, ну, просто не очень приятно. А Григорий Распутин был... Григорий Ефимович, я думаю, он умел себя держать. Я не исключаю того, что он мог буйствовать, что он мог там в пьяном виде петь песни, целовать женщин. Я этого не исключаю. Но я совершенно точно уверен в том, что когда он входил в кабинет государя или там в гостиную, где был государь, где была семья, где были дети, то он вел себя безупречно. Не в том смысле, что он был светски-чопорным, нет. Но он вел себя с достоинством русского человека и русского крестьянина. И на государя это производило очень хорошее впечатление. И я полностью исключаю, что он, например, там, искал каких-то личностей выгод, там, просил для себя денег, там, каких-то назначений. Ничего этого не было. Единственное, что он попросил в самом начале, это к его фамилии Распутин добавить приставку, или не приставку, а вторую часть «Новый». И по государеву указу он стал называться Григорий Распутин Новый. А зачем это было ему, кстати, нужно? Как он объяснял, поскольку в его селе было много Распутиных, то он хотел от них отличаться тем, что он Распутин Новый. Есть еще одна версия, довольно забавная, о том, что когда младенец Алексей впервые увидел Григория Ефимовича, то он показал на него пальцем и закричал «Новый, новый!». И Григорий Ефимович так умилил, что он, значит, решил называться Григорий Распутин Новый. Версия, которая вызывает улыбку, но, что интересно, в воспоминаниях великого князя, если не ошибаюсь, Михаила Александровича, может быть, кого-то из другого великих князей, абсолютно с Распутиным не связанных воспоминаний, говорится о том, что когда этот великий князь впервые увидел младенца Алексея, то тот, показав на него пальцем, закричал «Новый, новый!». То есть он всех незнакомых дядей звал «Новый!». Может быть, на Григория Ефимовича действительно это произвело какое-то впечатление. Но что важно сказать? Что фамилия «Новый» не была вместо фамилии «Распутин». Потому что иногда есть такая версия, что вот его обвиняли в распутстве. И поэтому он стал Распутин. Вместо Распутина, наоборот, что он вместо Распутина, чтобы как бы это распутство себя смыть, стал, что он теперь «Новый», а не «Старый Распутный». Вот это легенда. Этого не было. Он Григорий Распутин, так сказать, по рождению. А дальше вот по тем, по указу царя, он Григорий Ефимович Распутин «Новый». Это было единственное, что он попросил у Николая Второго? Или он получал какое-то довольствие, какие-то деньги? Он вообще был состоятельным человеком? Я думаю, был. Ну, скажем так, вот когда он еще был мало знаком с Николаем Александровичем и Александрой Федоровной, он был больше знаком с великими княгинями Черногорками. о которых я говорил, с Анастасией с милицией. И в 1907 году, если не ошибаюсь, милиция приезжала в Покровское, вот туда, в Западную Сибирь, гостила у него и дала ему деньги на строительство нового дома. Просил он эти деньги или не просил, я не знаю, может и просил. В всяком случае, вот его дом в селе Покровском, это действительно было такое вот самое богатое, самое нарядное здание. Это тоже могло, кстати, вызывать, как вы понимаете, некоторое осуждение со стороны и односельчан, и со стороны Клира. Вот. Когда он жил в Петербурге, в Петербурге он начал жить, ну вот, примерно с 12-13 года, более-менее постоянно, то царская семья оплачивала его квартиру. Но то, что он получал... По-моему, еще оплачивали обучение его дочерей в гимназии. Но, во всяком случае, много денег ему не давали. Я думаю, он был не очень требовательным к деньгам, он не был жадным. В смысле, в быту? Ему много не надо было? Ему много не надо было. Он достаточно умеренно питался. Ну, в ресторанах, наверное, за него кто-то платил, если предположить, что он туда ходил. А семья его жила в Сибири? Жена и сын жили в Сибири, а две дочери жили в Петрограде или в Петербурге сначала, потом в Петрограде, и учились в гимназии. Было примерно так. Забегая вперед, как их судьба сложилась? Значит, жену и сына раскулачили, или, не знаю, были ли они кулаками. Во всяком случае, их сослали на север, были в Сибири, но тем не менее, они их сослали на север Западной Сибири, и там они погибли в Салихарде в начале 30-х годов. Судьба средней дочери неизвестна. А старшая дочь Матрёна, ну вот они хорошо известны, что ей удалось покинуть Россию. Ее муж был довольно интересный человек, Борис Николаевич Соловьев, причастный к неудачным попыткам освобождения царской семьи. Она некоторое время жила во Франции, потом она переехала в Америку. Одно время она много разных профессий сменила, работала даже дрессировщицей тигров, и умерла в 70-е годы, написав несколько книг воспоминаний, хотя до сих пор спорит о том, насколько это ее личные книги, насколько они были написаны журналистами. От нее остался очень интересный дневник. Вот дневник от нее совершенно точно есть. Дневник она вела еще в детстве? Нет, дневник она вела его не в детстве, она вела его сразу после смерти отца. То есть это дневник 17-го, 18-го, 19-го годов, и там как раз вот там очень интересные вещи описываются, вот то, что происходило в первые годы Красного террора, и как это было связано с отцом. Совершенно такой потрясающий документ. Возвращаясь, вот с вами говорили о прессе, которая начала активную травлю и так далее, тогда цензуры не было, или все-таки подвергалась информация о Григории Распутии цензуре? Ну, были попытки, были попытки подвергнуть цензуре, были переговоры с хозяевами газет, чтобы они, ну как бы прекратили эту пиар-компанию. Иногда эти попытки увенчивались успехом, иногда нет. Но в целом совладать с прессой государя не удалось. И не только потому, что, дело не только в прессе. Дело в том, что Распутин возбудил к себе ненависть со стороны Государственной Думы, которая приняла его резко в штыки. Со стороны армии, это произошло, конечно, позднее, уже в годы Первой мировой войны, но это было. А со стороны церкви, потому что, вот мы говорили о том, что Распутин не влиял напрямую на назначение министров, но вот что касается церкви, то здесь он пытался играть более активную роль, потому что все-таки он считал себя церковным человеком в каком-то смысле. И больше того, если, так сказать, подходить к этому вопросу с точки зрения истории русской церкви, то иногда его вмешательства в церковные дела были не такими уж бессмысленными или, скажем, однозначно отрицательными. Например, в России в 1913 году огромный резонанс получило дело об имяславцах. Это было такое мощное религиозное движение. Центром этого движения были русские монахи в монастыре Афон, на монастыре Афон. С ними очень жестоко расправились. Синод, в общем, это была ошибка синода, это и современные историки церкви признают. И Распутин выступил в поддержку имяславцев. Он встретился с государем, где он просил, чтобы тот защитил имяславцев. И государь в той мере, в какой он мог это сделать, это сделал. То есть это факт такого вот, ну, как бы хорошего влияния Распутина на государя. Потом, конечно, известно хрестоматийное письмо, коль скоро мы коснулись этой темы, о том, что когда Россия вступила в Первую мировую войну, то Распутин написал государю письмо, и подлинник этого письма хранится в Ельском университете, где он... И Россия собирала вступать в Первую мировую войну, где он пытался упредить государя от вступления в войну. То есть в этом смысле он высказал действительно такую очень трезвую, разумную, крестьянскую точку зрения. И вообще вот сама идея Распутина, то есть вот идея такой обратной связи, идея человека, который бы доносил до государя некие чаяния русского крестьянства, это была правильная идея. Сергий Булгаков об этом как раз очень хорошо писал, что он готов еще больше полюбить государя за Распутина. Но, к сожалению, вот этот человек одной рукой делая нечто хорошее, другой рукой сам, или уж с помощью тех людей, которые этой рукой калашматили, он гораздо больше принес России зла. Ну а то есть вы говорите про другую руку, то есть все-таки кто-то стоял за Григорием Распутиным. Кто мог руководить этим человеком, чьи интересы, скажем так, кроме его дум о России и своих собственных он представлял? Я думаю, что лично он, конечно, не представлял ни чьих интересов, но вот я уже сказал, что он рассорил государя с армией, с церковью, с общественностью, с думой. Наконец, что еще очень важно и очень трагично, он рассорил государя с Романовыми, с другими, с семьей, а это имело очень большое значение. Ведь вот трагический факт в истории русской церкви, мы знаем двух сестер, Александра Федоровна Елизавета Федоровна, канонизированных. Одна из них плакала, когда Распутина убили, другая слала приветственные телеграммы убийцы Распутина Феликсу Юсупову. Это можно, наверное, примирить на небе, но на земле это примирить невозможно. И в этом смысле вот история с Распутиным это такая русская трагедия. И то, что на Западе или в какой-то традиции можно делать ее желтой, можно, так сказать, выискивать какие-то скандалы и сочинять песенки там про лав машин, для нас, для русских, это негоже. Это трагедия, наша боль. Но согласитесь, по тем временам, да может быть, и в нынешнее время случись подобная история, это все-таки определенный налет и желтизны, и скандальности в ней есть. Безусловно, есть. Это, в общем, понятно, почему эта фигура столь интересна для желтой прессы, была бы и для желтой прессы того времени, даже не желтой. И она интересна и кинематографистам, и сегодня, и в том числе и разного рода поп-группам, упомянутой вами Бонни М. Ну да, но я повторяю, что мне кажется, что для русского человека, который задумывается о русской истории, к этому нельзя относиться легкомысленно. Из Распутина сделали такой бренд, сделали товар, но это все равно, чтобы мы начали сейчас, я не знаю, там, торговать Великой Отечественной войной, которой мы относимся как к событию святому, совершенно справедливо. На самом деле, события, предшествующие русской революции, были не менее трагичными и не менее страшными по последствиям для нашей истории. История вообще требует к себе, на мой взгляд, серьезного отношения всегда и везде. Я вот, кстати, в одной книге встретила такую фразу, эти слова приписаны Киринскому, который говорил, что не было бы Распутина, не было бы Ленина. Ну, в каком-то смысле с этим можно согласиться, что Распутин стал... Он стал не причиной русской революции, так нельзя сказать. Конечно, у русской революции были более глубокие причины, но он стал той отмычкой, с помощью которой была взломана русская государственность. И Ленин устремился в эту открывшуюся дверь. Поэтому, несомненно, некоторая связь здесь была. Но она просто не настолько прямая, да? Ну, она не настолько прямая, безусловно. Ну, а что должно было случиться в российском обществе, чтобы, секундочку, князь Феликс Ясупов, депутат Государственной Думы, задумали убийство? Да, все-таки это люди не специалисты в этом вопросе. Ну, к сожалению, это тоже имеет некоторую... Что их спровоцировало на подобные поступки? Я думаю, та нестабильность, которая была в русском обществе, к сожалению, это имеет определенную традицию в нашей истории, вспомним 18 век, когда были люди, да и начало 19 века, декабреста, когда были люди, которые считали себя патриотами или не патриотами, но в любом случае считали, что вот дела идут настолько плохо, что надо брать на себя ответственность за страну, в стране надо что-то менять, менять ее управление, и, конечно же, целью убийства Распутина было не сместь этому мужику, не убийство этого мужика, и, конечно, никакие... Во благо России? Да, это было сделано во благо России. Ну, то есть, если можно было задушить императора Шарфиком в 19 веке, то почему нельзя убить простого русского мужика? Ну, примерно так, примерно так, но, к сожалению, это имело гораздо более трагические последствия, чем убийство Павла Первого. И эти люди хотели ослабить влияние государни. То есть, они считали, что вот корень зла, об этом это считал и Юсупов, и Парижкевич, и великий князь Дмитрий Павлович, который во многом выражал, как я уже говорил, точку зрения вот великокняжеской семьи, в широком смысле этого слова, Романовых. И Романовых, которая была в ссоре из-за Распутина. Из-за Распутина, во многом из-за Распутина, которая не любила государыню. Они действительно ее не любили. Они ее не любили с самого начала? Или вот история с Распутиным как-то заставила изменить отношение к ней? Это постепенно нагнеталось. И Распутин был очень сильным доводом для этой нелюбви. Потом Романовы же делали тайну. Даже вот Ольга Александровна, сестра государя, не сразу узнала о том, что болен Алексей. И в России все знали, кто такой Распутин. Ходили слухи про Альковные, какие-то слухи про Распутина и государыню. А то, что Распутин спасает мальчика, будущего царя, об этом никто не знал. Вот, к сожалению, те тайны, которые должны были бы быть тайными, они выплескивали снаружи. Как, например, письма, которые государыня и великие княжны Распутина написали, и которые попали в печать. А вот то реальное, то очень важное, что удерживало Распутина у двора, оно стало достоянием общественности много позднее. Вообще впечатление такое, что Распутин был, знаете, вот скорее каким-то недостающим звеном в таком мистическом смысле этого слова. Что вот как будто дьявол задумал, вот как сломать эту страну, и вот вытащил человека. Феофан правильно писал, Распутин не был ни негодяем, ни подлецом, ни злодеем. Но вот он занял некую высоту, на которой не удержался и упал. И когда человек, занимающий важную высоту, святую высоту, если хотите, совершает падение, то вот что-то такое происходит со страной, какой-то вброс или выброс черной энергии, который все за собой устремляет. Вы человек, который сказали, что не верите в экстрасенсорные способности Григория Распутина, но тем не менее говорите обистики. Это такие метафоры. Вот смотрите, был такой замечательный совершенно митрополит Евлогий Георгиевский, который, когда произошло убийство Распутина, вот тоже важный момент, когда Распутина убили, вся Россия вздохнула с облегчением. И не только там какие-то масоны или не только какие-то враги. Обычные русские люди, хорошие русские люди обнимались на улице, приветствовали друг друга, с удовольствием читали газеты, причем тут как раз цензура сработала, была война, не сразу появилась информация, но слухи распространялись. Все радовались, все были счастливы, всем казалось, что теперь все самое страшное позади, Россия освободилась от этого ужасного чудовища. И вот митрополит Евлогий Георгиевский пишет в своих воспоминаниях, даже не в дневнике, в воспоминаниях пишет, трезвый умный человек, что темная сила отошла. Было ощущение, что со смертью Распутина отошла темная сила. А дальше митрополит Евлогий, уже забыв про этот свой фрагмент, описывает события 18-19 годов, когда он видит революционную Красную Армию, когда он видит восставший народ, когда он видит эти перекошенные лица моряков, братков, солдатиков, которые, значит, там ходят по русским городам и все громят, ну вот поэма Блока 12. И он пишет, что произошло с этим христолюбивым русским воинством, которое, значит, вот молилось, колено преклоненно, за Россию, за государя, что с ними произошло, вот какая-то темная сила на них напала. То есть он использует то же самое понятие темной силы. Вот с Распутиным темная сила якобы отошла, а потом эта темная сила вернулась. И вот здесь, мне кажется, я верю, вот когда епископы, митрополиты дают свой духовный диагноз и оценку происходящего. Вот они тогда жили, они чувствовали действительно вот эту вот зачарованность, темную зачарованность, которую Россия пережила в пору революции. Почему были вот эти три человека? Юсупов, Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович? Это были люди, считавшие себя монархистами, безусловно, люди, считавшие себя националистами, которые считали, что Распутин дискредитирует царскую семью, которые считали, что государыня слишком активно вмешивается в политику, и которые считали, что в общем, вот именно самый центр управления России надо либо менять, либо надо очень серьезно корректировать. Надо сделать так, чтобы государыня перестала влиять на принятие решений. И они считали, что убийство Распутина ее ослабит, что они даже мистически, может быть, считали, что в нем вся ее сила. И если его не станет, то дело было не в нем, дело было в ней. Они хотели ослабить ее влияние. Убийство Распутина было направлено против Александра Федоровна. Но когда это убийство произошло, то эффекта они не получили ожидаемого. С ней не случилась никакая истерика, она не впала. Она плакала, она переживала, конечно. Вообще, царская семья вела себя очень сдержанно и достойно после убийства Распутина. Другое дело, что они здесь проявили слабость. Другое дело, что и здесь они не стали никого очень жестко наказывать. Ну, то есть убийцы Распутина не были наказаны. Они не были наказаны. При том, что всем было понятно, кто эти убийцы Распутина. Вот здесь, опять-таки, у государя не хватило твердости, не хватило жесткости. Он был слишком благородным человеком. Вот, к сожалению, в то время русскому царю быть таким вот джентльменом, условно говоря, да, вот так вот прощать своих врагов, вот быть таким великодушным оказалось нельзя. Как вы относитесь к версии, что убийца Распутина, вот, все-таки это было не только их желание, но был интерес англичан, и за этим убийством стояла английская разведка? Я это не отрицаю. Ну, в общем, конечно, поскольку ходили очень упорные слухи о том, что Распутин является германским агентом... Ну, потому что он был замерз с Германией, против войны и так далее, поэтому... Ну, на самом деле, его позиция была более сложная. Ну, то самое письмо, которое он писал тогда перед войной императором. Во-первых, это письмо уже не было опубликовано в газетах, так, чтобы все были в курсе этого письма, да, это было достаточно частное письмо. Во-вторых, позиция Распутина была такая, что до тех пор, пока Россия не вступила в войну, ей туда вступать не надо. Но когда она уже вступила, это, опять же, видно по документам, он, в общем, скорее поддерживал государь и считал, что да, надо воевать. Но тогда англичанам не имело смысла его убивать? Ну, слухи ходили, я повторяю. В истории с Распутиным, к сожалению, гораздо большую роль сыграли те слухи, которые ходили вокруг этого человека, чем его реальное наполнение. Вот, слухи ходили, была комиссия Батюшина, которая все это дело исследовала, это еще, так сказать, один очень интересный вопрос, как русская контрразведка пыталась Распутина устранить, и ничего у нее не получилось. Вообще, сколько людей сломали голову на Распутине, в прямом или в переносном смысле этого слова, это вот, можно 10 романов написать на эту тему. Вот, короче говоря, у англичан было некоторое убеждение, что государыня, немка по крови, ищет союза с Германией, и Распутин тоже является неким звеном. И поэтому англичане тоже были, возможно, заинтересованы в том, чтобы ослабить влияние немки по крови Александры Федоровны. Но нельзя искидывать ту версию, что английский агент Освальд Трейнер, который участвовал в убийстве Распутина, действовал с дружеских побуждений, а не по заданию. Он научился вместе с Феликсом Юсуповым. Да, он учился вместе с Феликсом Юсуповым. Он был профессионал. Он мог поддержать их в их патриотическом, в кавычках, или не в кавычках, не знаю, начинании убить Распутина. Они не были профессионалами, он был профессионалом. Судя по всему, последняя пуля была запущена, выпущена из его пистолета, им пуля, которая попала Распутину в лоб. Но опять-таки, судя по всему, эта пуля была опущена уже в мертвое тело. И убийство все-таки совершил не Освальд Трейнер, он его прикрывал. Ну вот напрямую утверждать, что это англичане, гады, убили нашего русского мужика Распутина, ну это как бы противоречит факту. Довольно-таки много известно, вообще практически, скажем так, поминутно расписано, как убивали Распутина, и тем не менее, что его накормили пирожными с ядом, дали отравленного там вина, и он тем не менее не умер. Есть какие-то версии? Или это вот уже те мифы, которые были созданы уже тем же Ясуповым, Пуришкевичем? Конечно, это уже кино, это уже литература в чистом виде, потому что, ну какие у нас есть документы? У нас есть дневник Пуришкевича и мемуары Ясупова. Дневник Пуришкевич это вообще не дневник, но достаточно его просто открыть, чтобы увидеть, что это литературное произведение, стилизованное под дневник, которое неизвестно, кто писал. Воспоминания Феликса Ясупова, даже если писал сам Ясупов, то они тоже подвергались очень сильной литературной обработке, во-вторых, это делалось в конце 20-х годов, когда Ясупову нужны были деньги, и это был коммерческий товар. Вообще фигура Распутина очень рано стала коммерческим брендом, стала коммерческим товаром. Он стал медийным персонажем. Конечно, еще в 1914 году, до вступления России в Первую мировую войну, на него было совершено известное покушение Хионии Гусевой. Опять же, есть такая версия конспирологическая, что Хиония убила Распутина накануне вступления России в войну, именно для того, чтобы он не там воспрепятствовал. И вот эта несчастная Хиония была чуть ли не агентом, я не знаю, Моссада или чем агентом она, ЦРУ, которых тогда, правда, еще не было. Тоже еще не было. Ну, в общем, вот агентом каких-то злых разведок, то есть версии существуют сколь угодно. Но самое интересное в этих версиях, что в ту пору, когда было совершено вот это покушение на Распутина, в селе Покровском случайно оказался корреспондент газеты «Биржевые ведомости», «Довицон», по-моему, была его фамилия, который вот в режиме онлайн передавал информацию в Петроград о самочувствии Григория Ефимовича. Вот, то есть это читали, это было интересно. Распутина очень рано превратили в информационный товар, а после его смерти все это только стало возрастать и по сегодняшний день продолжается. Так вот... Не отравился он пирожными-то? Думаю, что... Были пирожные или нет? Были пирожные или нет, точно сейчас не скажет никто. Самое главное, что с моей точки зрения, с точки зрения историка, это никакой существенной роли не играет. Это вообще ничего не меняет. Конечно, это любопытно там для романистов, для билетристов, может быть, для киносценаристов, да, были пирожные или не было. Ну, хотите, снимайте с пирожными, хотите без пирожных. Вот это для русской истории никакого значения не имеет. А, например, тот факт, что тело Распутина было предано земле, а в марте 1917 года по приказу Керенского его выкопали и сожгли, вот этот факт для русской истории значение имеет. Почему? Почему вы считаете, что он имеет значение? А потому что тогда никто против этого не протестовал, тогда, наоборот, Керенский, опять же, не просто там, ну, положим, Керенский был масоном, и временное правительство было масонским, этот, опять же, факт никто отрицать не будет. Но вся Россия рукоплескала. Вся Россия, так сказать, была в восторге. Он искал популярности. Он искал популярности, да. И вот, к сожалению, к сожалению, не только жизнь Распутина сыграла, ну, как бы, отрицательную роль в русской истории, но и смерть Распутина, она способствовала вот этим вот нигилистическим каким-то тенденциям в русском обществе. Да что говорить, вот та же русская церковь, почему русская церковь не стала, ну, так скажем, почему русская церковь поддержала временное правительство? Ну, в общем, поддержала, или, по крайней мере, не стала выступать, могла она, не могла, другой вопрос в защиту Николая Александровича, вот тогда, в 17-м году. Тоже во многом благодаря распутинской истории. Потому что действительно были распутинские ставленники в Синоде, была легенда распутинская, и освобождение от Распутина, и вот уподобление, ведь что сделал Керенский? Он сделал то же самое, что проделали с Лжедмитрием, да. Вот это уподобление Распутина Лжедмитрию, и вот это ощущение, что если мы выкинем тело Распутина, если мы сожжем тело Распутина, то мы поставим точку в русской смуте, мы закончим русскую смуту, вот это обуяло умы. А оказалось, что не точку поставили в русской смуте, а многоточие, русская смута только открылась со смертью Распутина. Поэтому вот роль этого человека в русской истории, она, конечно, ужасна. Было завещание Распутина или нет? Я думаю, это легенда, это литература, это завещание известно по книге воспоминаний секретаря Распутина Арон Симонович, значит, ювелир петербургский, вот. Книга его воспоминаний. Опять же, неизвестно, кто эту книгу написал. Она была издана в 30-е годы в Риге, что ли, первый раз. В ней куча всякого вранья, куча всяких небылиц, хотя сам по себе Симонович действительно реально историческое лицо, он действительно был секретарем Распутина. И вообще Распутина еврей тоже особая тема, да, человек, который скорее начинал, ну, пусть не как антисемит, но как все-таки представитель какого-то другого лагеря, условно говоря, да, оказался... Ну, как русский националист, скорее. Ну, да, который, ну, по крайней мере, вряд ли может быть заподозрен в каких-то тесных контактах и общениях с еврейскими кругами, в том числе еврейскими финансовыми кругами. Неожиданно, да, вот этот вот русский патриот делает вот такой вот пируэт и переходит контактом с еврейским капиталом, да, это тоже особо интересная тема. Так вот, в этой книге наполненной... Написано очень развязно. Ну, очень развязная книга. Вот такая бульварщина в худшем виде. Вдруг появляется торжественный патетический текст, там, папа и мама, если со мной там произойдет что-то, если меня убьют русские мужики, то это не страшно, а вот если, значит, там ваши дворяне-аристократы, то будет плохо России. Ну, в общем, все это написано настолько высокопарно и напыщено, что литературщина это все, в чистом виде литературщина. И больше ничего. А сам вообще Григорий Распутин, мы уже говорили о том, что он был малограмотным человеком, но при этом при жизни вышли книги, которые он сам написал, или он их надиктовывал, учитывая, что он плохо писал. Он плохо писал, известно же его записки, он писал не... То есть, как грамотно? Он, конечно, читал, он был очень начитанным человеком. Но он писал не очень твердо, навык у него не было, письма, да. И понятно, что записывали его поклонницы, действительно был круг людей, очень ему преданных, которые эти книги писали. Да, это книга его воспоминаний, вот, ну и книга, так сказать, вот его неких поучений, так скажем. Да, да, это две его авторские книги. В общем, очень неплохие. А не пользовались вообще тогда популярностью? Ну, насколько я понимаю, что такими бестселлерами они не были, но, да, их читали. Благодаря ведь Григорию Распутину, ну, в смысле, вот его фигуре даже появился такой термин среди историков, да, называя какой-то там период, тот или иной период истории Распутинщины, что это? Ну, надо историков спрашивать, которые этот термин ввели. Вам он не очень нравится. Мне он не очень нравится, хотя я так могу предположить, что, скорее, конечно, он касается последних лет жизни Распутина, когда началась министерская чехарда. Она действительно началась, вот, начиная с 15-го года. Но вы не связываете это напрямую с деятельностью Григория Распутина? Я повторяю, что она была связана опосредованно, она исходила от государыни, а государыня при назначении министров руководствовалась интересами безопасности Григория Ефимовича, которого хотел любить. Ну, то есть, любит этот человек, хорошо он относится к Григорию Распутину или плохо? Если плохо, то он вряд ли будет министром. К сожалению, это было именно так. И это доказывает переписка Николая Александровича и Александры Федоровны. Это, к сожалению, не домысл. Но еще раз, чтобы разобраться, что Николай Александрович напрямую он не писал. Никогда. Более того, существует, например, легенда, что Распутин чуть ли не был инициатором того, чтобы Николай Александрович назначил себя или стал верховным главнокомандующим. Это не выдерживает никакой критики. Известно, например, что, более того, Николай Александрович не всегда слушал Александра Федоровна. Например, в 1915 году новым оберпрокурором Синода был назначен Александр Дмитриевич Самарин. Вот он как раз был патриот, националист, очень близкий друг великой княгини Елизаветы Федоровны и ярый враг Распутина. И Александра Федоровна очень хорошо об этом знала. Она была в ужасе. Она умоляла государя не назначать Самарина, потому что она понимала, какие последуют за этим шаги. И тем не менее, государь принял решение, что Самарин будет назначен. Самарин был назначен. Едва ли не первое, что сделал Самарин, он попытался убрать Распутина из Петерограда. И более того, ему удалось убрать Распутина из Петрограда. И если бы Самарин оставался оберпрокурором, то Распутин бы не вернулся в Петроград. Но в сентябре государь принимает решение Самарина заменить. И опять же рождается легенда в русском обществе, что все это было сделано под влиянием Распутина или Александра Федоровны, которые убрали вот такого человека. Но это легенда, потому что если посмотреть на факты, то причина отставки Самарина заключалась не в том, что он воевал против Распутина, а в том, что как раз Самарин принадлежал к тем людям, которые не поддерживали государя в его решении возглавить русскую армию. Это была довольно мощная такая московская оппозиция. А московская оппозиция была за дядю государя Николая Николаевича, который был главнокомандующим до Николая Второго. И вот когда Самарин не поддержал государя в этом очень важном для императора решении, вот тогда было принято решение о том, что Самарин должен уйти. То есть причина была не в Распутине. Общество считало, что виноват Распутин. Но общество, очевидно, тогда очень многие назначения и отставки связывало именно с ним. Конечно. В том-то и дело, что общественное мнение было настолько наэлектризовано, настолько заряжено фигурой Распутина, просто загипнотизировано им, что они видели его следы и там, где они были, и особенно там, где их не было. И поэтому все были так счастливы, когда Распутина не стали. Это было какое-то легкомыслие детское, которое напало на Россию после декабря 2016 года. Ну и вот в самом конце программы хочу у вас спросить. Действительно, мы начали с того, что очень много мифов вокруг этого человека. Вы написали отдельную книгу о нем. Вы можете сказать, вам удалось как-то отделить зерна от плевен, или все равно не получится это сделать никогда? Все равно эта история этого человека, она все равно будет всегда окружена какими-то домыслами. Ну, конечно, она всегда будет окружена домыслами, потому что люди так устроены, что им домыслы интереснее, чем зерна. К сожалению, мы так устроены, и сто лет назад были так устроены, и сейчас так устроены. Но это не означает, что не надо заниматься поиском истины. Ну, вам удалось разобраться? Как вы считаете? Я не думаю, что мне до конца удалось разобраться в личности Григория Ефимовича Распутина, и вот до конца сказать, каким он был человеком и чего лично он хотел, я думаю, это сделать просто невозможно, потому что нет фактов и нет документов, а можно только строить некие гипотезы интерпретации фактов. Но сколько мог, я попытался разобраться в той роли, которую сыграл Распутин в русской истории, и в роли тех людей, которые попали в его поле. Вот это для меня в какой-то момент стало задачей. Когда я понял, что личность Распутина от меня ускользает, то я, по крайней мере, схватился вот за эту функцию, и за то поле, которое вокруг него возникло, и вот как вели себя люди в этом поле, как они себя проявляли, это было для меня важно. И еще для меня было важно подчеркнуть, что независимо от того, были люди распутинцами или анти-распутинцами при жизни, почти все они в годы советской власти были уничтожены. И поэтому история эта закончилась очень трагически.